Девушки отдыхают О том, как этот неординарный человек смог достичь поистине феноменальных высот в искусстве, несмотря на все удары судьбы Я в определенный период жизни заболел театром Это где-то было... Ну это уже были предпоследний курс колледжа И я стал очень часто ходить в театр Я многие постановки видел по нескольку раз То есть 14 раз, например Я знал наизусть монологи и диалоги оттуда И сначала я хотел поступить на актерское мастерство Но прошел год, и вот это осмысление у меня произошло более тщательно И я решил поступать на режиссур Потом я готовился уже и поступил на режиссур То есть я заболел театр Но есть такой момент Я в кино снимаюсь как актер И почему-то именно в кино я хочу быть актером, а в театре режиссером Я занимаюсь актерским мастерством, режиссурой По образованию режиссер Также веду различные тренинги актерского и ораторского характера Мастер спорта по пауэрлифтингу Это жим штанги и лежа Такое есть направление Литература Я был редактором двух литературных журналов Это арт-бухта Находится в Севастополе И лампой домоход находится в Москве Я родился в Украине Но в пятилетнем возрасте Мои родители развелись Моя мама из Казахстана, она перевезла меня сюда Вот с тех пор я здесь Когда я был еще на четвертом курсе То есть пятилетнее образование На четвертом курсе я ставил преддипломный спектакль Это был парафраз на тему трагедии Шекспира Гамбри Назывался спектакль «Уехать забыть» И этот спектакль участвовал в конкурсе республиканском Причем это было впервые за всю историю Потому что это был конкурс профессиональных театров А это получается студенческая работа Но он участвовал, причем не просто так, как по кассе Вот именно это была конкурсная работа И этот спектакль взял три награды Потом я остался Меня пригласили в город Актау Там Мангистанский театр В общем, я там поставил два дипломных спектакля Драматических Потом я поступил в магистратуру И сейчас вся моя, получается, постановочная деятельность Она осуществляется уже в рамках учебного процесса То есть это оперное искусство Сама профессия режиссура Она тесно связана с педагогикой Потому что ты работаешь с актером Ты его раскрываешь Делаешь из него звезду То есть это очень важно И уже когда ты начинаешь учиться Еще только этой профессии Ты уже начинаешь учиться и педагогике одновременно И поэтому, когда я стал преподавать Для меня это не было чем-то таким новым Это было продолжение того, что я уже делал Кроме того, я веду тренинги больше пяти лет Это актерское и ораторское искусство То есть для людей, ну там разные тоже, опять же, направления Есть актерское мастерство для жизни Это такая своего рода психодрама Потому что все мы так или иначе Играем определенные социальные роли Да, в жизни И попадаем в определенные ситуации Да, и собственно говоря Актерское мастерство Ну, оно нам даже необходимо для того Чтобы элементарно быть ярче Потому что, когда ты раскрываешь себя Ты становишься ярче, ты харизматичен Ты начинаешь нравиться людям За тобой идут То есть ты успешным становишься Это очень важно, да, для личностного роста Когда я учился режиссуре Я в равной мере проходил актерское мастерство То есть вообще, в принципе, у нас так было положено Что режиссеры проходят полный объем актерский Опыт в кино начался с сериала «Перекресток» в Астане У меня мало времени Зачем позвал, да еще днем? О днем оно спокойнее Люди видят Это только преступники По ночам свои делишки ворочают Все нормально? Маму никто не беспокоил? Да Все хорошо Все тихо и благополучно Как в английских романах Вышло так Меня позвали сыграть эпизодическую роль Играл там бандиты А потом через два дня мне звонят И говорят, что вот вы нам понравились И мы будем сочинять роль для вас И таким образом появилась такая масштабная роль В принципе И естественно, когда ты много лет ведешь тренинги Уже свои методики формируются Свои наработки Свой опыт И свой багаж Пожалуй, особенности В особенности моего тренинга Входит раскрытие психофизических особенностей То есть психология, она связана с физикой И мы вот это рассматриваем Как наше тело влияет на психику Психика влияет на тело И так далее И есть очень простые, но очень действенные техники В том числе и психологические Которые позволяют человеку раскрепоститься Потому что когда человек выступает Да, хорошо, если он делает определенные приемы Все выполняет Но очень важно, какой он в данный момент Очень часто нас на тренингах учат Только на двух уровнях Это иметь и делать То есть если хочешь иметь то-то Например, иметь успех Делай то-то, то-то А есть еще более глубинный уровень Это уровень быть То есть какой ты в данный момент То есть два разных человека С разным уровнем быть Будут делать одно и то же И будут иметь разное Так вот, у меня в семье Очень бурно реагировали Именно на артистизм И я считаю, что именно это и заложило Вообще, в принципе, сформировало Можно сказать, мою судьбу Я однозначно всегда делал то, что хочу Потому что уже даже сейчас на тренингах Очень часто сталкиваюсь с тем Что люди делали и делают не то, что хотят Ну, в силу определенных обстоятельств В силу эго В силу того, что говорят Что вот это выгоднее Это тебе не принесет, например, денег определенных И они могут даже достигать успехов в карьере Но чувствуют почему-то себя неудовлетворенным И так далее Так вот, у меня это было, конечно Не всегда так мягко Многие были против Родственники говорили, что ты такой упрямый Но тем не менее, я стоял на своем И делал всегда то, что я хочу И не жалею ни о чем Потому что действительно все сложилось так, как надо И я вообще считаю, что если человек Делает то, что он хочет Он становится уникальным То есть раскрывается его уникальность А уникальность, если уж опять же говорить о деньгах Она всегда приносит деньги Даже если это сфера, в которой, казалось бы, денег нет Но именно этому человеку она принесет деньги Здесь важный момент вообще, я считаю, в жизни Быть на своем месте Психологией я стал заниматься Интересоваться в детстве Но это тоже, наверное, была определенная необходимость Потому что у меня было тяжелое детство на самом деле И нужно было найти в себе определенных тараканов Потом их почистить И это уже потом стало тоже стилем жизни И даже это стало отдыхом для меня Ну, в данный момент мне нравятся все книги Лиз Бурбо Она очень доступно пишет И в конце каждой главы Во многих книгах есть задания очень легкие Спортом я занимаюсь с 16 лет Сначала это была своя методика Я разработал свою систему на основе разных видов отжиманий на стульях Собственно говоря, эти тренировки дали хороший результат И, скажем так, пристрастили меня А потом так вышло, что... Ну, то есть, естественно, мне потом стало не хватать своего веса Я пошел в зал, начал заниматься железом И через какое-то время меня заметил тренер Он говорит, а давай вот попробуем Причем у него это был такой азарт Что человек из сферы искусства Ну, я для него почему-то музыкант Потому что, первое же музыкальное образование А стереотип же, что музыканты все такие худые, хилые, тощие и так далее Вот, и что вот станет мастером спорта У меня был период, когда полгода не было выходных И очень часто люди, да и вообще даже мне задают этот вопрос Вообще задаются вопросом, как вот расслабляться Меня этот вопрос не интересовал, потому что я могу расслабляться в любом положении, в любом месте Да, просто в тот период я для себя отчетливо сформировал мысль и навыки Научиться совмещать работу и отдых То есть у меня работа стала проходить на кайфе таком До этого оно где-то было подсознательно А тут я стал делать это сознательно То есть я могу прийти, сесть, вытянуть ноги вот так и так далее И вот этот кайф передается и люди раскрываются То есть когда вот так ведешь Естественно, я бываю очень эксцентричным, бываю вообще очень жестким на самом деле И поэтому работа и отдых, во-первых, это для меня совмещение В общем, я же уже говорил, что я родился в Украине И это был с одной стороны для меня такой вот с одного до пяти лет Период изобилия, ну имеется в виду материального достатка Но в то же время мои родители жили не очень хорошо То есть у меня не было модели любви между собой То есть я этого не видел А потом, когда они развелись И мама увезла меня в Казахстан Началась перестройка И тут не сложилось все И мы жили в страшной нищете И можно сказать, что вообще на самом дне Это был, я голодал Причем постоянно, вплоть до того, что в обмороке падал И в первом классе я, посмотрев по сторонам, себе сказал Что вот если ты хочешь отсюда выбраться Ты должен учиться и должен развиваться И это было, знаете, ну на протяжении многих-многих лет Уже даже я получал хорошее образование Когда все равно я об этом думал И вообще у меня не было никогда уверенности в тылу То есть у меня не было тыла И психологически не было вот этот момент Что я могу расслабиться и опереться И это, конечно, тяжело на самом деле Но это сделало меня сильным И благодаря этому я стал учить людей Причем в очень раннем возрасте Я советую быть самим собой прежде всего И идти своим путем Потому что у нас сейчас очень много появилось Учителей, которые говорят Вот, хочешь стать миллионером Сделай там, вот тебе 40 шагов Или 40 там чего-то там, да И так далее А при всем при этом Миллионером стал именно этот человек А последователями не становятся почему-то миллионерами А почему? А потому что этот человек Когда-то просто пошел своим путем Да, то есть у каждого есть свой путь И я рекомендую слушать, учиться И брать что-то для себя Но идти своей дорогой И, пожалуй, я хочу пожелать смелости Чтобы это делать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!